Мне кажется, что в партии всегда то, что хорошо в нашей партии, это публичная дискуссия. То есть партия в этом смысле совершенно уникальна. Это вовсе не какие-то склоки и разлады, а это именно готовность партии к внутреннему диалогу. И текущий чест это показал. Безусловно, наверное, нам нужно учиться, чтобы этот диалог проходил в каких-то более техничных форматах, с тем, чтобы никто из участников не ощущал личных обид после него. Но сама по себе дискуссия с «Предливой Россией» на самом деле покажет, что это единственная живая партия в стране. Нет больше живой партии в Российской Федерации на день сегодняшний. Безусловно, очень важно и собрание нового руководства. Я очень рад, потому что Сергей Михайлович возглавил «Предливую Россию». Это человек, кто действительно способен синтезировать разные точки зрения, обобщать их. И человек, обладающий абсолютным авторитетом в рамках нашей партии. И сегодня очень многое зависит от того, насколько эффективно будет работать у нас тот состав руководства, который был сформирован. Ваши личные планы? Мои личные планы заняться той работой, которая мне поручена, а именно организация содействия социальным движениям. Я избран секретарем по работе с социальными движениями. А это как раз жилищные движения, в том числе очень полезные темы сегодня закон о капитальном ремонте. И будущая полезная тема закона об энергопайках. Это рабочие профсоюзы, независимые профсоюзы. Это вопросы, касающиеся защиты историко-культурного наследия. Я имею в виду, в частности, последнюю беспредельную ситуацию против нашего товарища Елены Ткач. Это, с содействием экологическим инициативам, огромный колоссальный пласт работы. И мне очень приятно, что мы товарищам его доверили.